Иисуса Христа кем считаете? А так, как написано в этой святой книге, таким я его и считаю. Мы же христиане. А как в Библии написано? В Библии написано так, что Иисус Христос является вторым лицом Святой Троицы. Он одновременно был Бога-человек и Бог. Это тайна. Это не тайна. Посмотрите в Библии. А есть недвухсмысленное. Вы хотите сказать, что написано здесь? Можете не стараться. Я хорошо знаю. Я вашу книгу не трогаю. Я вашу книгу не трогаю. И вы нашу не топчите ногами. Я просто вопрос. Я ответил вам. Можно? Не-не-не-не. У меня другой вопрос. Можно вам задать? Можно. Давайте. Есть в Библии написано, это вопрос. Иисус Христос говорит, я Бог. Да, есть. Первая глава, первый стих Евангелия от Иоанна. Вначале сотворил Бог небо, а здесь, говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, у Бога был Бог. Что тут доказывать-то? Определенная щетка. Его гнали за то, Христа убили, что Он делает себя равным Богу. Равным Богу. Его за что гнали-то? Он себя и говорил, я и Отец одно. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Чего вы думаете-то? А Он справлются в нужду, как человек. Вы пришли со своей веры на 600 лет позже. 600 лет уже все утверждено. Написано везде, что как его распяли, как он воскрес. Вот вчера было воскресенье. Почему называется воскресенье? Христос воскрес. Другой-то никто не воскрес. Ни Наполеон, ни Ленин, никто. Вот, подожди, подожди, Кристос. Здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы у вас спросить. Вот вы говорите, что Иисус воскрес. После того, как Иисус воскрес, когда он пришел к своим ученикам, что он им сказал? Мир вам. Первые его слова как пишут. Мир вам. И показал руки. Вот, говорит, раны мои и язва на руках у меня. Он воскрес. Он не сказал, что... 20-я глава Евангелия Теана. Зачем не сказал-то? Евангелие написано, сказал. Ну, зачем нашу Библию топчете? Я вашу книгу не критикую, не трогаю. Он не... Я еще раз говорю, что вот ваша книга священная, я ни одной буковки не трогаю. Зачем я буду? А вы лезете и начинайте топтать. Написано воскресно. Все, ты скажешь... Не-не-не-не, у нас не так... Не-не-не, мы абсолютно... Вы сами признаем... Мы Иисуса признаем... Я не критикую. У нас написано в Библии, я христианин, я не могу по-другому мыслить. Так и написано в послании к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Павел говорит, если бы мы, апостолы, или ангел с неба придет и будет говорить не то, что написано, а нафема, проклятие ему. Я не могу по-другому мыслить. Вы сами решите, под что вы попадаете. А если считать деяния апостолов, 4 глава, 12 стих, написано, нет другого имени под небом данного человеком, как кроме Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. А вы нашли в Библии вот такой стих, и познаете истину, и истина сделает вас свободны. Ну, есть это. И что там? Есть. А после этого находили такой стих «Мой отец больше меня». Да. Мой отец больше меня. Да, как Бога-человек. Да. Хорошо, он говорит, Иисус Христос говорит «Мой отец больше меня». Больше меня по человечеству. Я вам поясняю. Это же надо понимать. Что как Бог, он говорит «Я и отец одно». В это место выбрасывать не надо. Повторяю, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Его гнали иудеи за то, что он делал себя равным Богу. Все евреи это знали. Его за это и гнали. Чем отличается? Так, потихоньку. А знаете, чем отличается? Знаете, говорю, чем отличается Ислам, Коран и Библия? Слушайте внимательно. У меня вышло 38 томов, и один том я посвящаю Корану. Я с ним три года работаю, меня не надо учить. Я разбираю все суры и аяты в сравнении с Библией. Не критикую ничего. Где и откуда взято. Да, да, да. И расхождение. У нас расхождение. Расхождение. 5 тысяч 560 расхождений. Да. Просто я вам что хочу сказать. Вот вы меня просто заинтересовали в том, что, когда вы сказали, что Иисус воскрес. Дело в том, что сам Иисус этого не говорил, когда он пришел через два дня. Как же не говорил? Он говорит, идите и скажите. Ну, покажи, где написано такое. Он постоянно говорил об этом. Как Иона был в очреве кита три дня и вышел живой. Так, сын человеческий в очреве земли будет и восстанет. Нет. Вы аналогию не приводите. Аналогия здесь ни при чем. Аналогия, знаете, кто первый раз привел? Дьявол. Иисус сказал следующее. И говорит, сидите в Иерусалиме, ждите обетованного духа. И пока дух святой не сошел, они сидели. Все, кончилось. И в день Пятидесятницы заговорили на иных языках и понесли благую весть. А через 600 лет появилась другая миссия. Вот заметьте, когда ученики услышали о Христе, они пошли за Ним радостно. Далее, теперь его распяли, положили в гроб. А первосвященники говорят, к Пилату обращаются, надо воинов поставить. Ибо он, когда жил, говорил этот обманщик, что я на третий день воскресну. Они знали, это Пилату говорят. А он говорит, у вас есть воины? И караульте. И вот когда камень отвалился, воссиял свет, ангелы, воины полумертвые явились. Сказали, он воскрес. А им дали денег и сказали, скажите, что они украли ученики его, когда мы спали. Римский закон был, если они спали, их казнить надо. А воскрес. Я абсолютно вам говорю, как написано. Я этим занимаюсь 57 лет. А? Это абсолютно необоснованное, ничем не доказанное. Что не доказанное? Что воскрес? Это всего лишь... А вы сами скажите. Иисус сам не говорил о том, что он воскрес. Он сказал, что он пришел. И когда он пришел к своим ученикам, и когда его мама, Мария. Мария, как вы говорите. А как же говорить мы должны? Когда она сидела у себя в комнате, и перед ней было много пищи. И он сказал тебе, Мария, это откуда тебе? И она сказала, что ей дал это Бог. Получается, что никакой троицы нет. По ее же словам. Ну, вы не хотите... Смотрите. Вот я вам считаю, сейчас открываю и засчитаю. Только не убегайте. Вы сразу выключаете и бежите. Так нельзя делать. Я стараюсь для вас. Несем благую вещь, а вы не принимаете. Вот смотрите. Считаем. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 1 стих. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно. И видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. И далее они приходят туда. И теперь Иисус говорит ей, Мария, она, обратившись, говорит ему, равви, раввуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему, отцу вашему и к Богу вашему. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома были, где собрались ученики, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, воскресший, и стал посреди, и говорит им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои прободенные. Ученики обрадовались, увидевшие Иисуса, Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, он дунул и говорит, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Фомажа, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус, воскресший. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, где копьем прободенное, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. И пришел воскресший Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку свою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший. Господь мой и Бог мой. А Иисус бы сказал, что ты меня за Бога признаешь? Я же пророк. Господь мой и Бог мой. Христос этого не отверг? Хорошо, он не отверг, но Бог, Иисус не сказал, я Бог и поклоняйтесь мне. Есть ли такое сказано? Есть такое, притом неоднократно. И говорит... Ну есть, но смысленные, нету... Нет, нет, апостол Павел... Я не хочу спорить, все, отец, спасибо вам, я не хочу спорить. Нет, я не спорю, я вам говорю, зачем, не уходите. Апостол Павел говорит, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Показал себя ангелом. Что вы такие-то? А вы знаете, вот так, исламский ученый есть, Ахмад Дида... Да я сколько раз слышал, смотрел, он ничего не может сказать против Евангелия-то, домыслы. И главное, был пророк, который придет, его слушайте. Это написано в Таразаконии, пятая книга Моисеева, 18 глава, 15 стих. Моисей говорит, из этого народа, где я, восстанет пророк. А остальные-то неоткуда. А из этого народа кто? Христос. Его, как меня, слушайте. Это пророчество о Христе. Это не было ни о ком другом сказано. Иисус Христос здесь сказал, после меня придет утешение, последуйте за ним. Нет, нет такого, это выдумка сатаны, сосада придумал. Он говорит, Христос, я ухожу, вы меня видите, в облаках скрываются, таким же образом я приду, все. И будет суд Божий, Бог сядет на престоле, 22 глава Апокалипсиса. А почему Он не сказал, я сам сяду на престол и я сам приведу суд? Как повторить и непонятно. А почему Иисус Христос не сказал, я судя и я буду проводить? Трудно, потому что кто следует заповедям Божьим, по слову своему, того дела идут вверх. А кто не считает Слово Божие, дела идут вниз. А если с девушкой поругался сегодня... У вас далеко микрофон, поближе сделайте. Если с девушкой поругался, что делать? Что сделал, подожди маленький. Если с девушкой поругался, что делать? Поругался? Да, с девушкой. Ну, во-первых, я очень сомневаюсь, что она девушка. Почему? Я сомневаюсь, что в рулетке это девушка. Не-не-не. Это на вторую букву алфа это уже называется. А ты что делаешь, что не спишь? А я к вам подошел, вы зовете, не уходите. Я решил подойти. Мы в интернете для того, чтобы возместить волю Божию. Это за этот раз, брат, что тут делают? Ждет огонь вечный с сатаною. А кто верит во Христа, что он умер за их грехи, воскрес, каются, те получают жизнь вечную. Вот для чего я здесь. Ты где вообще? Находимся где? Да. Я нахожусь в городе Барнауль, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Давай, сейчас приедем. А что не спишь? Не спишь? Ну, в первую очередь мы встаем пораньше. Мы вашего в 4.40. У нас уже 7.22. В 8-й час. Второе. Так как у меня очень большие ресурсы, вот в Ютубе у меня на канале 17 тысяч 400 роликов. А где ты живешь? Я сейчас только ответил вам. Нет, это что? А это вообще в пипиотеке или где? И мне надо отвечать почту. Я долго отвечаю ее. С 2 часов ночи. А другой, видно, отключил его. У вас такая книга дома есть? Нет, нету. Нет, нету. Нету. А почему? Нет, она просто. Это потому, что я мусульманка. Ну, да что ж, мусульманка. Мусульманка разве не человек? Коран у нас есть, спасибо. И вы можете прочитать, что тут написано? Нет, у нас перевод на русский язык. Так вот и у меня на русском. Мы свидетельствуем здесь, что это место, столько здесь всего, чтобы люди узнали Бога. Руки вверх. Руки вверх. Быстро. Вы в храм-то ходили когда, нет? Нет. Никогда. Да. Да. Да.